Правоохранительные органы Ростовской области РФ накрыли подпольный цех по нелегальному изготовлению конфет известного мирового бренда «Рафаэлла». Согласно информации в преступной схере подпольного производства принимали участие 19 граждан Армении, находившиеся на территории России незаконно. В правоохранительных органах рассказали, что у нелегалов был наложен полный цикл производства. Куда именно отправляли продукцию, неизвестно. Конфеты изъяты на экспертизу. Первое заседание специальной рабочей группы реализации положения Конвенции о правовом статусе Каспийского моря под эгидой Министерств иностранных дел приближенных государств состоится 19-20 февраля в Баку, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана. Согласно информации, на заседании планируется обсудить вопросы, связанные с реализацией Конвенции о правовом статусе Каспия, подписанных 12 августа 2018 года в Актау, а также другие вопросы. На заседании Азербайджан будет представлять делегация во главе с руководителем аппарата Кабинета Министерств, полномоченным представителем Азербайджана в рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспийского моря Халявам Халявовым. Строительство газопровода «Северный поток-2» не приведет к энергетической зависимости Германии от России, поскольку Берлин занимается диверсификацией источников поставок ресурсов, считает Ангела Меркель. Сегодня «Северный поток-2» предполагает строительство двух нитров газопровода общей мощностью 55 млрд куб метров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком». Окончание строительства запланированного на конец 2019 года. Становимся ли мы зависимыми от России из-за этого второго газопровода? Я говорю нет, если мы одновременно проводим диверсификацию, заявила Меркель журналистом в Братиславе. Меркель также подчеркнула, что Украина должна оставаться транзитной страной для российского природного газа. Венесуэлский лидер Николас Мадуро принял участие в кампании по сбору подписей под письмом президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу с требованием не вмешиваться в дела Венесуэлы. Мадуро расписался в одном из центров по сбору подписей на площади Боливара в Каракасе. После него свою подпись оставила супруга президента Венесуэлы Силия Флорес. Цель кампании – собрать не менее 10 миллионов подписей. Ранее Мадуро заявил в ходе выступления в центре Каракаса, что венесуэльская оппозиция боится переговоров.